Девушки отдыхают Я сочувствовал другу Но там же описывалось Во всех газетах Он рассказывал содержимое портфеля Что было в портфеле А ситуация была такая Он ехал в Подмосковье выступать Портфель отдал своему охраннику Которому поручил купить пакет молока Ну не то, чтобы он молоко должен был купить На то, что в портфеле Нет, там было больше, чем на молоко Там и на масло, на все остальное, на всю жизнь И он все с этим портфелем в магазин пошел И он когда выходил А Коля уже где-то в городе Чехове Охранник еще с портфелем в магазине И он когда выходил Его так легонечко толкнули Портфель забрали Молоко, слава богу, оставили И вот Коля везде написал Что было в портфеле Список такой Я смело это говорю по телевидению Потому что во всех газетах 50 тысяч евро 7 тысяч долларов 700 рублей Этот пункт я бы убрал Потому что унизительно для национальной валюты Перстень с бриллиантом в 6 карат Я говорю, что Коля спрашиваю Зачем тебе перстень с бриллиантом в 6 карат в Подмосковье? И это мой талисман Я с ним на сцену выхожу Я представляю Влекут ли мечты небывалые? Ну 6 карат Ну, представляете? Цветут И вот это все в одном портфеле Я когда читал Слушайте, я когда читал этот список Я вспомнил Ну, вот это все 50 тысяч евро Я вспомнил Золотой парт, сигар 3 штуки Куртка замшины 4 И магнитофон импортный Но Коля чем отличается? Он потрясающий, конечно Он во всех ситуациях Вот если не смешно Если ничего в стране не происходит За год, за месяц, неважно И вам нечего рассказать людям Сходите куда-нибудь с Колей Вот когда с ним куда-то идешь Постоянно что-то происходит Я помню, мы прилетели в Киев Ой, это смешная история Прилетели в Киев Какой-то концерт был Министерство какое-то гуляло Пригласило артиста В заказной концерт Ну, не в смысле, что заказали А в смысле, чтобы вспели И прилетаем на самолете Ну, обычно артистов встречают с табличкой На которой написаны имена артиста Все, держит табличка Девушка у трапа И я обычно летаю У меня директор и звукорежиссер А у Коли там, ну, полная бригада В тот раз он был в усеченном составе Но человек девять было То есть там педикюр, маникюр Солисты, визажисты, стилисты Ну, все, чтобы звезда блестела Все, красиво И вот Их девять, нас трое И Коля выходит первый на трап Декабрь месяц Вышел красиво То есть у него шуба такая в пол Знаете, там Соболя Понимаете Внутрия Тут выхухоль Примастилась Тут бобер на выхухоль Смотрит Ну, в общем, все Ну, вы знаете И он так И все Шарф кашемировый Соломенные На ветру Волосы соломенные Развиваются Но просто Есенин нервно курит в углу И он так вышел на трап Красиво Что было у этой девушки В голове Которая такую табличку держала Внизу у трапа Я не знаю Но вышел Коля на трап Попускает гордо Оперный взгляд И стоит эта девушка С табличкой На которой написано Галкин плюс 12 И Коля понимает Что он входит Либо в плюс Либо в 12 Так она его еще добила Он спустился Она спрашивает Вы из группы Галкина? Но, конечно Самая моя любимая история Может кто-то ее слышал Не могу не рассказать Это как Коля Басков Пригласил Меня послушать оперу Евгения Онегина Где он пел Ленского И пригласил он Не только меня Сидели мы в такой ложе Называется Царская Вот тут вот слева Практически над оркестровой ямой Слева от меня сидел Лещенко Справа Кобзон И Филипп Киркоров И я, конечно Вам хочу сказать Чтобы я еще раз С нашими эстрадными Моими вот коллегами Мэтрами Ходил На классический спектакль Я столько посторонних звуков И комментариев За одну оперу Не слышно никогда Во-первых Лещенко постоянно Комментировал работу оркестра Он перегибался Через бортик ложи Смотрел что они там делают И мне все это рассказывают У него на беду Классическое образование Он все это знает Все оперу наизусть знает То есть только нянечка Танечка или Оля или кто-нибудь еще Там раскроет рот Он уже мне все На хуй Я люблю вас Ольга Ну я все знал заранее Понимаете Кобзон говорил редко Но по делу У Киркорова Постоянно звонил Мобильный телефон Постоянно Но он правда Перевел его на режим Вибрации Но в тишине Большого театра Даже вибрации слышно Как будто маленький гномик В штанах бреется Бреется и светится От счастья Сквозь штаны А так как у Филиппа Длинные ноги То он их положил На бортик ложи И светящегося гномика Видел весь партер Баскав сидит В 7 метрах От носков ботинок Киркорова Сидит на пеньке Грустит Его еще закутали В шубы Которые уже для Лемешева С Козловским Были раритетом Оттуда выбили моль Вбили Баскова Он сидит Так все Ему как-то не очень тем более что киркоров ценник с ботинок не снял не то чтобы басков видит точно сколько но думает это за один или за два не понимаю и вот я вам сейчас покажу что я в результате слышал и так коля на пеньке куда 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 вы удалились весны моей злотые дни жутко фальшиве тромбон это просто невозможно слушать какой кошмар и и кобзон редко но по делу ольга страшная и опять молчит а в какой-то момент лещенко вообще вскочил со своего места суши максик ты знаешь мне сейчас надо в концертный зал россия спеть памяти валерки абадзинского ты знаешь замечательный вот ты мне место займи стул я еще вернусь и хорошо хорошо займу а вот ты знаешь я еще подумал а в это время опера идет и он довольно громко все громче начинает говорить громче ты знаешь я вот подумал а вот какую песню мне валера абадзинского исполнить все таки вот может вот эту льет ли теплый дождь падает ли снег я в подъезде против дома твоего стою и все громче жду что ты пройдешь а быть может нет стоит мне тебя увидеть по и уже пол оркестра подыгрывает лещенко первая скрипка сбилась вот это опера я бы ну что маэстро с первой цифры пожалуйста максим галкин а в эфире слабое звено и сегодня специальный выпуск посвященный ефиму шифрину в игре участвуют диме жириновский депутат госдумы смеет пожалуйста а нормально я участвую в этой дурацкой передачи никто даже не аплодирует эдвард раджинский а а историк грамматург янар ласторов юморист музык ну и эфим шифрин в общем-то бенефициант добрый вечер напомню что все выигранные сегодня деньги пойдут фонд помощи эфиму шифрину итак мы начинаем первый вопрос владимир назовите имя отца шифрина юрист он был по сыну видно что непонятно что ли правильно владимир эдвард где прошло детство эфима отвечайте на вопрос эдвард знаете это страшные суровые края я вспоминаю отвечайте на вопрос эдвард на колыне правильно ефим банк уже скорее положите что-нибудь в банк а то мне ничего не останется ну давайте уже в банк все положили на ношу меня не спрашивайте я ничего про шифрина не знаю давайте у орлозора у вас нету чего сразу спрашивайте ян с кем часто по телефону говорит шифрин что ты мне сложнее вопрос не могла найти уже совсем думаешь я тупой что ли не ну смотрите она меня за тупого держит совсем уже не думаете если я мужик то вообще ничего не соображаю что тебе ответить не могу ты мне что-нибудь посложнее давай из энциклопедии из последнего тома ян отвечайте на вопрос почем ты мне вопрос c images задала смех что я не помню чтобы ты мне вопрос задавала ты нормальный мне вопрос задай ян я у вас уже спросилом с кем часто по телефону разговаривает шифрин откуда я знаю с кем роман разговариваю тебе звонит мне звонит на кур雷 вокзал за они ч чё я знаю что ли смех машина на телефон не разговаривание на Кринджер всех посылает. Ян, вы будете отвечать на вопросы или нет? Ну, то же, Ян, уже ответь, мне же деньги пойдут. Тебе что, жалко, что ли? Ты не знаешь, с кем я по телефону разговариваю. Да я знаю, ты все время с Людкой разговариваешь. Ты говоришь, алло, Люся, алло, Люся, уже надоел. Твои Людки, чел к моему поводу. Правильно, Ян. Владимир, следующий вопрос. Скажите, в каком жанре работает Ефим Шифрин? Рожей торгует, что непонятно, что ли? Неправильно, Владимир. Как это неправильно? Они все рожей торгуют. Галкин, Шифрин, все рожей торгуют. Всех обратно на Колуму надо, откуда приехали. В товарном выгоде. Вот туда и все. Спасибо, Владимир. Ефим, вам следующий вопрос. Банк уже, скорее, в банк положите все. Ну что же, время истекло. Но вы успели положить деньги в банк. Настало время определить самое слабое звено. Голосуем. Эдвард, почему вы выбрали Владимира? Вы знаете, я вспоминаю Древний Рим. Эдвард, отвечайте на вопрос. Я отвечаю. Я помню. Страшное правление императора Нерона. Эдвард, отвечайте на вопрос, почему вы выбрали Владимира. Вот я и говорю. Та же диктаторская манера. Что вы слушаете этого доморощенного оракула, а? Вы у меня спросите лучше. Владимир, почему выбрали Эдварда вы? Он надоел уже. Ноет и ноет. Ноет и ноет. Как чайка подстреленная. Ну как не включишь, ноет. Своими императорами полстраны запугал уже, а? Ян, кого выбрали вы? А я себе выбрал. Я не могу. Такой тупой сегодня. Я не могу прямо. Я себе выбрал. Я не знаю, чего я тут больше стоять среди этих умных людей не могу. Мне стыдно. У меня слабость во всем теле. Я самое слабое звено уже. Все. Спасибо, Ян. Ефим, почему вы выбрали Владимира? Ну, он обижается все время. Че? На Колыму послал товар на выгоне. Я тебе деньги, дурак, зарабатываю, а ты меня выгоняешь отсюда. Как мне не стыдно, а? Ну, че, мы вместе, мы и без вас ничего хорошо проживем, Владимир Вольфович. Ну что же. Время игры подошло к концу. И мы выбрали самое слабое звено. Владимир, вы самое слабое звено. Прощайте. Подонки, а! Тупые! Коррупция во всем государстве. Как бы старт глянули, все тупые. Жалкие актеры. Я, ну и оставайтесь своих товарных вагонов. Здесь, в Москве, будете жить товарных вагонов. Не надо на Колыму. Здесь будете жить тупые, жалкие. Будьте вы прокляты. До свидания. С днем рождения. Дорогие друзья, я, чтобы плавно перейти от классического репертуара к эстрадному, хотел бы сейчас специально для вас такой смертельный номер. Я действительно иду в оперу. Пока Настя Волочкова и Коля Басков отсутствуют в Большом театре, хочу воспользоваться прорехой, заполнить нишу, так сказать. Сейчас я вам покажу специально, как я туда готовлюсь. Можем всем маэстром тебе. Денег не было и не будет. После работы надо еще хлеб пить. Вдоль Попитерска По Тверской ямской, да, ой, да, По Тверской ямской, да, Скалокольчиком, Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, Едет миленькой, Сам на тронечке, да, ой, да, Едет батюшка, Попотем вас я, Ха-ха-ха-ха-ха, А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Залетные не лед трещит До них комар пищит Эх, до губ, до губы судака тащит Уй, 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 уй Ах, кулушка, голубушка Смотри кубу судака, чтобы южка была Уй, 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 уй Ах, южечка, да с петрушечкой Скоро закончу поцелуй Ты меня, кумадушечка Ну, поцелуй, ну, поцелуй Кумадушечка Спасибо большое Правда, вы знаете, Коля Басков говорит, что у нас в опере принято петь без микрофона Кремлевский дворец, я вам хочу сказать, абсолютно не приспособлен для пения без микрофона Но я сейчас попробую смертельный номер Может быть здесь, здесь вот тоже есть балет Сейчас попробую Устал я греться у чужого огня Но где же сердце, что полюбит меня Живу без ласки, боль свою задая Всегда быть в маске судьба моя Я хочу теперь сказать несколько слов, ну, про оперу Я сказал про нашу эстраду Сегодня многие уже артисты выступили Надежда Кадышева уже выступила Сегодня она, правда, видимо, увидела меня за кулисами И не делала так рукой на сцене Обычно у нее... Вообще у каждого характерная есть черта Знаете, у каждого характерная есть черта Надежда Бабкина, например, да Она на месте в основном Теперь еще на пару с Хакелем, со своим с этим гором Они на месте За нами с Пугачевой повторили Вот это дают, конечно Но мы-то салы в шутку, они всерьез во все тяжкие Вы помните? На сосудят, ну и пусть Я вообще сначала думал, что на сосудят это глагол Ну, типа, знаете... О, как на сосуде ли, а мы уберем На сосуде Ой, у нас милая очень эстрада Лайма Вайкулит, я обожаю Лайму Вайкулит, да? Ее движение на сцене В электрическом свете Ты гладил колени Это все мне напомнит Латинский квартал Это было давно Станут тени и пострунки В королевстве кривых Бесконечных зеркал Я забуду лицо Утонувшего юнги Ну, конечно, что там помнить-то? Утонул и, слава богу Нет, у каждого артиста свой стиль неповторимый Наташа Королева, например Она так поет, как будто все время чему-то удивляется Как будто ей только вчера Николай в Москву привез Маленькая страна Маленькая страна Кто мне расскажет, кто покажет Где она, где она? Тарзан покажет, айди Обожаю наши срать Нас осудят, ну и пусть Потрясающе, конечно Ну, что, кто у нас там еще? Ну, Сосо Павляшвили Вот если Наташа, она поет, как будто чему-то удивляется Сосо Павляшвили, как будто все время что-то просит Знаете, все равно что-то он просит у кого-то Все равно что-то он просит у кого-то Моя жизнь, как апкан Понятно, что моя жизнь, как рулетка Причем вот любую песню Вот назовите мне любую песню Я спою, как Сосо Павляшвили Любую Подмосковные вечера Вот, пожалуйста Не слышны в саду даже шорох И все здесь замерло до утра Но если б знали бы Ой-ой-ой-ой Как мне дороги насквечи Вы мне все дороги Купите мой диск Не, ну действительно Некоторых, например, певцов или певиц Можно изображать, если просто стучать себе по грудной клетке Вот Юрка Гальцев сейчас стучал, знаете Американскую певицу Шер Так можно изобразить Слушайте, я обожаю этот зал, Кремль. Здесь выступала Уитни Хьюстон. Я ходил на Уитни Хьюстон. Это было незабываемо. Она была простужена, не в голосе. Такое исполнение I will always love you я еще никогда не слышал. Просто сегодня Лена мне напомнила, когда спела. Потому что это было так. Так, сзади у нее стоял чайник, в руке платок. Это было такое. If I should stay, I will be your way. Ну вот что-то такое. Действительно, потрясающая манера. Ну, Маша Распутина вне конкуренции. Я обожаю Машу. Ты меня не будзи. Мне целуй горячо. Это потрясающе, конечно. Причем, мне кажется, что Маше достаточно вздыхать под музыку. Не обязательно слова говорить. Просто вздыхать. У нее характерный вздох, как у Евдокимова. Ага. Тоже характерно, узнаваемо. Ага. Им надо вместе выступать. Ага. Ага. Еще Черномырзина между ними поставить. Ага. 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 Рэп. Нет, у нас потрясающая эстрада. Я обожаю. И, конечно, все двигаются на сцене по-разному. Все ярко себя выражают. Но есть просто корифеи этого дела, корифеи этого жанра. Например, Людмила Марковна Гурченко. Как она двигается. Когда мы были молодые. Когда мы были молодые. И чушь прекрасную не зли. Фонтаны били голубые. Ага. И розы красные росли. Ага. Хорошо быть молодым. За любовь к себе сражаться. Перед зеркалом святым независимо держаться. Хорошо всего хотеть брать свое. То и не украдкой гордой кривой шелестей. Гордой славица повадкой. То и это начинать. Порываясь тем и с этим вечно повод подавать. Раздувалом жарких сплетов. Когда мы были молодые. Когда мы были молодые. И чушь прекрасную не зли. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-пам. Ой-е. Спасибо вам большое. И я еще хочу вот что сказать. В сегодняшнем концерте в гостях у Юры и Елены много замечательных артистов. Сейчас вообще много концертов. Самые разные юбилеи. Лолита вот недавно отметила мне 41. Кто даст? Написала на афишах. Я был в Челябинске. Там народ простой. Все все написали. Кто что даст? Но у меня такая фантазия. Вот здорово было бы, если бы в этих концертах многочисленных, которые показывают по телевидению, вдруг появились. Понятно, что это невозможно. Те артисты, которые составили славу и гордость ушедшего 20 века, чьи песни навсегда вошли в наши сердца, чьи голоса всегда звучат с нами. И это сейчас такая легкая, лирическая будет зарисовка, ну, без всяких особых претензий. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok — Мия, Мия! — Мия! — Мия! Мия! — Мия, М... — Ну, ну. До свидания Макс Галкин Добрый вечер В эфире программа «Кто хочет стать миллионером?» и я, ее ведущий Максим Галкин В прошлой игре мы остановились на вопросе отборочного тура Вопрос звучал так Расположите эти цифры в порядке возрастания Один Два Три Четыре Единственный, кто это сделал правильно Оказался популярнейший артист нашей эстрады Владимир Нормально я расположил? Не надо аплодисментов Вот Ну, я вообще всегда нормально всех располагаю Особенно женщин Ну, давай, Максимка, спрашивай Ну, давайте тогда первый вопрос Подожди с вопросами Максимка Вот я народный артист Хочу задать вопрос от всего народа Спокойно, собирись Ну, Максим У тебя с пугачихой было что? Владимир, я вас не понимаю Все понимают, а он не понимает Ну, значит, а Вот Ну С Алкой у тебя ничего? Хорошо Вот я А с Филиппом? Владимир, ну Вы знаете С Филиппом даже Аллой Борисовной ничего Правильно Конечно Потому что Ну, она же только к нему Это Ну и А Ну, все же знают, что он это Ну, все время на гастролях Вот Ну, давай, Максимка Мне вопрос Только сразу на 32 тысячи Что у меня незыраемая сумма была Вот Ну, хорошо Для вас мы Владимир, тогда сделаем Исключение Итак, вопрос на 32 тысячи Стоп На этом вопросе я останавливаюсь Давай бабки И я пошел Владимир, ну А Как же Вопрос Ну Если вопрос Тогда это уже не 32 тысячи Понимаешь Это уже 50 на 50 Ну В смысле 50 штук берешь На них 50 сверху кладешь И свободен Ну В смысле Тогда я пошел Понял Нет, ну Что же Тогда Какой вы хотите Вопрос Ну Мне вопрос Нужен такой Чтоб я на него знал ответ Хорошо Ну Продолжите Известную Песню Льва Лещенко Из полей Доносится Что Налей Папа не пей Пить пей Но дело Разумей Или Голубая луна Всему виной Ну Максимка Я выбираю Звонок другу А Кому Герасиму и Муму А я Что Кому Моему другу Левку Давай Набирай его Телефон Алло Алло Лев Левьянович Здравствуйте С вами говорит Максим Галкин У меня В гостях Сидит Ваш Друг Владимир Скажите Это Владимир Владимирович Нет Владимир Винокур А ну тогда Это просто Это просто Вовщик Подожди Левка Давай быстро Отвечай Времени Непига нету Давай Отвечай Что у нас С тобой Доносилось С полей Ну Ты знаешь Царик Я вспоминаю Что у нас С полей До дачи Ничего не доносилось Мы все Выпивали По дороге Ну Я тебе сказал Ты пой Ну Времени В обрез Ну хорошо Только для тебя Старик Вот это Давай Знаешь Ты помнишь Плыли Вышни И вдруг Богасли Две Звезды Итак Ваше Время Истекло Ваш Ответ Владимир Ну Ответ Очевиден Улемкий Моразм Ну Что же Подожди Максимка Игра Кончена Давай Миллион И я пошел Подождите Ну а как же Игра Нет Я сказал Давай Миллион И я пошел Куда В аншлаг К ревине Потому что Она вот Как ты Дурацких Вопросов Не задает Что бы я не сказал Она всегда Смеется Как сумасшедшая Понял А знаешь Почему Нет Потому что Есть народная Мудрость Смерть Без причины Признак Регины Ну Владимир Неужели Вы Так и уйдете Не порадовав Наших Зрителей Каким Нимуть Смешным Номером Нет Ну Я делал Лучшие случаи Из жизни Расхожу Кстати Про Регину Мы как-то Пошли С Лёгкой В баню Отдохнуть Заодно И помыться Ну Ты представляешь Только Залезли В парилку И Раз И на мыле Последнулся И Хорошо Лёг Рядом Был Я сразу Раз И успел Схватиться Ну Вот В общем Такой Случай У меня Был Подождите А при чём Здесь Регина Как при чём Ты что Не понимаешь Пошёл Мы с Региной Всю Машку Разбил Мы нафиг Всё Спасибо Игорь Христиенко Молодец А вот Слабо Сделать Одного Певца Попробовать Хотя бы Да Этот Подонок Он провоцирует Вас Это Жалкая Провокация Сейчас будет Какого Певца Я должен Сам Певец Какого Певца Лёг Ну какого Какого Ты можешь Вот У меня Любимый Певец Александр Градский Ну вот Такой У меня Вкус Странный Вот Можешь Сделать Градского Ну Градский Для меня Кумиром Был всю жизнь И остаётся Градского Сделать А можешь Басков Сделать Ну просто Показать Басков Да Спасибо Обалдеть Обалдеть Пожалуйста Градский Градский Нет Нет Но Представляешь Если Спел Сейчас Вот У меня Любимый У него Есть песня Фантастический Помните Вот Это Ну это Из первого Его Альбома Это Градский Градский После Гастролей На севере Да Ну давай Нежный Запах Тумиров Порождает Сладость Грёз Всегда Низов Не было Давай Ну дальше Пой Пой И поэтому На сцену Выйдет Градский Градский Александр Градский